И снова здравствуйте, меня зовут Андрей Дмитриев и... Меня зовут Антон Черноусов. В интернете больше известен как голодный. Не всегда голодный, иногда ты все-таки... На кухне есть много сладкого. И мы рады вас приветствовать в главной студии конференции The Woops, в которой мы делаем множество разных болтательных активностей, обозрительных активностей и различных других фановых штук. И при этом стараемся совмещать это каким-то образом с пользой, которую мы вам наносим своими, надеюсь, полезными разговорами. И вот в частности скоро у нас начнется интервью. И интервью у нас будет с техническим менеджером компании Amazon, который в следующем году получит паспорт айтишника. Паспорт выдается на территории Российской Федерации в 14 лет. Он уже 13 лет в IT, в следующем году он получит паспорт. Миша, добро пожаловать в нашу ламповую студию. И Михаил с нами в студии. Михаил, здравствуй. Приветствую, коллеги. Вообще мы не сказали, что ты тренер по архитектуре и по Java-разработке, и это, наверное, сейчас гораздо важнее, потому что менеджером можно быть в одной компании или в другой компании, а вот, так сказать, учить людей, мне кажется, это какое-то призвание в некотором смысле. Я согласен. И мы забыли сказать, что я программный комитет девупса. Вот это тоже важно. То есть, как бы, ты отвечаешь за все, что здесь происходит. Да, в какой-то мере меня можно тоже блеймить за те доклады, которые появились в сетке, и благодарить за них же. И благодарить за те доклады, которые в сетке не появились. Это самое важное, да. Я думаю, те, кто нас смотрят, зрители не узнают, потому что на самом деле у программного комитета огромное количество работы, которое происходит до того, как конференция начнется. И, собственно говоря, мне кажется, она отнимает огромное количество силы, энергии, но это все ради того, чтобы здесь появился качественный контент. И в некотором смысле, когда мы говорим о каком-то большом процессе производственном, мы всегда должны, ну, как бы так понять, а вообще этот процесс, как он происходит. Он нормально работает или ненормально? Происходит все так, как запланировано или не запланировано? Вот у нас сейчас идет конференция, много потоков. У нас я вот вижу на отдельном специальном экране, что у нас прямо сейчас четыре активности одновременно идет, ну, помимо вот этого интервью, три будет. И кажется, что вот Андрей мог бы так рассказать, как этот процесс происходит и что у нас там с метриками вообще. На самом деле, когда мы с ребятами готовились к этому интервью, я надеялся, что они забудут про это. Но нет. Записано, понимаешь, самый тупой карандаш. На самом деле, вот шутки шутками, а проблема-то очень не слабая. Вот у нас есть сейчас четыре активности, а если бы вы присоединились, например, на Джокер две недели назад, то там было десять активностей. И десять стримов одновременно, это бог с ним, да, их можно еще как-то прощелкать. Но эти стримы тянут за собой что? Всякие чатики, всевозможные сайты, всевозможные табличечки и еще команды сидят. Для того, чтобы мы с вами сейчас сидели и разговаривали в эфире, и было здесь тепло и лампово, нас поддерживает на самом деле шесть человек, которые сидят и смотрят каждого из нас. И если что-то не так, они говорят, у тебя бумажки лежат не так, у тебя там маска повернута неправильно и так далее. То есть это процесс, который затрагивает не только софтвер, он еще затрагивает хардвер и еще и... Есть же такое слово people wear? Наверное, есть, да, человеческие ресурсы. Так вот, как это все мониторить? Ну, целая наука. Я не претендую на то, что я знаю все про это, но я что-то могу сказать. Я точно могу сказать, что у нас есть сервис, который мониторит различные наши ендпойнты. Я знаю, что у нас есть техническая поддержка, которая прокликивает всевозможные наши интерфейсики. И если что не так, она начинает бить в колокол и в наш внутренний чатик алертовать о том, что, ребята, кто-нибудь посмотрите, что там за пяка. Это, на самом деле, нас подводит к очень важному вопросу, который можно вот так вот генерализовать в некотором смысле. А откуда мы понимаем, что система работает? Ну, вообще, вот сейчас, вот сейчас все нормально или нет? Обычно же как? Ну, типа, как бы, вот если там красные флажочки, там где-то сирена мигает, это значит, что, типа, какая-то авария случилась и так далее. Но, а вот когда нет аварии, когда нет вот этого флажочка, который постоянно мигает или какие-то нотификации сыпятся, вообще система работает или нет? И в этот момент Миша должен выйти на главную с экрана. Не я, а Миша. Не я вышел на главный экран. Да, это, на самом деле, очень сложный вопрос, когда ты начинаешь заниматься большими системами. Отсутствие сигнала, оно как бы не гарантирует тебе практически ничего. Вот, и, как бы, эта тема зародилась у нас на докладе Саши Розенбаума, когда мы вспоминали старые, как бы, времена, когда мы, там, меняли память и жесткие диски в серверах ручками, когда, чтобы сервис перезапустить, надо было, там, приехать в дата-центр и, как бы, ручками что-то сделать. Вот, и это было хорошо. Как бы, у тебя был один сервер, его можно было перезапустить. И, как бы, более-менее всегда было понятно. Вот тогда люди мониторили, я не знаю, загрузку диска, загрузку CPU, и это было, ну, вполне рабочей практикой. Ты знаешь, у тебя CPU в рамочках, вот, наверное, сервер жив, и все там нормально работает. Вот, в тот момент, когда мы переехали потихонечку в облака, вот, это и когда серверов стало не один, а тысяча, понимать, что система работает, стало, ну, практически невозможно. Вот, и, как правило, у нас один из докладов, наверное, в 2018 году от Нетфликса был, когда Сережа говорил, знаете, как бы, система не работает всегда. Вопрос только, как бы, в какой мере она не работает. Вот, и потихонечку, как бы, думая об этом, мы приходим к вопросу, а что же мониторить? Ну, точно же не CPU, да? Может быть, Миш, может быть, начать не с того, что мониторить, а сначала начать с критериев того, что такое система работает? Видимо, это тоже не 0.1, да, сигнал? Да, да, да. Это абсолютно не 0.1 сигнал, и, как бы, при, как Антон сказал, при должной архитектуре можно сделать так, что система, как бы, половина не работает, а пользователей даже не заметили. Это вот, как бы, один из самых лучших критериев для архитектуры. Миш, а если система не работает полностью, и пользователи не заметили, значит, система нахрен никому не нужна. Ну, нет, я не согласен с такой формулировкой. Кажется, что иногда так может быть, но не всегда. Ну, приведи пример. Ну, смотри, например, мы собираем какие-нибудь логи прямо сейчас, и если система не работает, прямо сейчас логи нам не нужны, вот в текущей реальности, но если система сбора логов не работает, то в какой-то момент времени будет проблема. будет проблема заключаться в том, что мы придем посмотреть логи, а их нет физически. Да, в тот момент времени она может работать, эта система, система сборки логов. Я понял, к чему ты ведешь. Это можно свести к тому, что в какой-то момент у тебя система навернулась, ты пошел за бэкапом, который не делается последние два года, как у нас было полгода назад, когда наша система легла, и мы вынуждены были собирать нашу систему, как Франкенштейна. Но не будем о грустном. Мы тут вспоминали как раз, что ты проходишь несколько этапов, сначала ты не делаешь бэкапы, потом ты делаешь бэкапы, и ты думаешь, что у тебя все хорошо. А потом ты на самом деле начинаешь проверять бэкапы, потому что ты попробовал бэкапы, как бы... Как говорится, люди делятся на два типа. Те, которые делают бэкапы, и те, которые еще не делают бэкапы. Что они делают? Но появляется третий тип. Те люди, которые начинают проверять свои бэкапы, потому что не факт, что если ты их делаешь, они работают. Кстати говоря, мы вчера на докладе, в дискуссионке с Джироси, который рассказывал про OpenTelemetryCollector, мы обсуждали как раз, уровень паранойи начинает, он повышается постепенно. Потому что каждый раз что-то идет не так, что-то прилетает, тебе становится больно, ты чинишь это ночью, собираешь толпу инженеров, чтобы это как-то Франкенштейна собрать назад. И появляется новый слой мониторинга. Как говорится, кто делает мониторинг мониторинга мониторинга? Мы как раз обсуждали про OpenTelemetryCollector, соответственно, как раз те же самые логи или телеметрию, а как мониторить сбор телеметрии? Как делать так, чтобы ты знаешь... Конечно же, рекурсивно телеметрией. Да, конечно, рекурсивно телеметрией, но появляются нюансы. И люди говорят, самые продвинутые говорят, да, у нас есть сбор телеметрии здесь. А телеметрия телеметрии на самом деле делается другим вендором и в другой системе. Соответственно, мы делаем какие-то кросс-связочки. Но это уровень паранойи начинается, когда у тебя появляются девятки, когда их становится несколько, когда у тебя 15 минут простое – это проблема, а когда 30 минут простое – это как бы ты рассказываешь SEO, что же произошло и почему это будет не повторяться больше. Давай приведем пример очень банальный. Каждый сейчас, скорее всего, в России пользуется, ну, из айтишников, я думаю, точно, различными услугами онлайн-банкинга. И если онлайн-банк не отвечает 15 минут – это проблема. Это заметно огромному количеству пользователей. И это действительно очень серьезный фактор, который может повлиять на, ну, скажем так, на репутацию компании, на репутацию банка и впоследствии может сказаться очень сильно финансово. Поэтому это действительно очень важный фактор. И это только один пример. И на привлечение клиентов, да. Были некоторые банки, пробегало как раз в этом году, у кого-то не работало, и там весь Facebook об этом трубил, люди уходили буквально, как бы последний раз я пользуюсь этим банком, потому что я не могу что-то оплатить и так далее. Я помню, в этом году была даже история, когда люди уходили с Facebook. Ну, с него они всегда уходят, как бы это такой хороший процесс. Это очень тонкая шутка по поводу того, как попасть в здание Facebook, чтобы починить Facebook, когда инфраструктура самого Facebook работает на сервисах Facebook, которые закрыты и не работают. Вот мы как раз пришли к тому самому уровню паранойи. А если так подумать, вот все вот эти большие системы старые, даже если вот мы Facebook сейчас возьмем, как пример, это как бы Facebook большой, он громко хлопнул и как бы все заметили. Но я как бы призываю всех, кто нас слушает, подумать просто про свою систему. Есть часть вещей, которые вот здесь сейчас, и они работают, да? Вот. Вы их поставили в эту свою инфраструктуру, я не знаю, там, пять лет назад, и они как бы работают с тех пор. Вот. Весь прикол с этими штуками, что как бы, наверное, сменилось два человека, который там отвечал за эту систему, если вообще остался кто-то, кто отвечает за эту систему. Вот. И когда она вот хлопает, Нет никого, кто помнит, как это все завести ваново. Да, появляется божественная такая тишина, такая, а что это? А это работает? А это что-то важное? Вот. Да, где-то за стенкой замурован еще один сервер, да. Да-да-да. И как бы система приходит иногда в такое состояние, вот, по-моему, когда про Facebook писали, там еще была история про систему, там, запуска и идентификации каких-то сервисов. И история состояла в том, чтобы как бы, чтобы запустить его, тебе нужны были ключи из другого сервиса. А чтобы запустить второй сервис, нужен был первый сервис. Соответственно, если оба они падали, то все, у тебя оно не поднимается, ни в каком режиме. Они как бы циклически зависимы, и все. Вот. И наши системы, когда мы их вот там строим постепенно, они как бы, они приходят в эти состояния. Это не специально, просто, ну, как бы, по закону вероятности оно так случается. Вот. И как бы не только мы ушли глубоко от мониторинга и бизнес-метрик, вот, но как бы даже понять, как твоя система работает, иногда становится очень сложно, если ты ее регулярно не трогаешь, регулярно не как бы перетрясаешь, и регулярно не как бы, регулярно не ломаешь ее, скорее всего. А прежде чем мы перейдем, собственно, к тому, что делать для того, чтобы во все это не вляпаться, я хочу привести один пример. У меня приятель есть, который сисадмин в университете. И вот недалеко, как позавчера, он рассказал такую историю. Настало время перевозить какой-то сервер. Туда приехал сисадмин, посмотрел что-то и говорит, слушай, а почему здесь вот этот сервис не работает, этот и этот и этот. Другой сисадмин говорит, слушай, а я что-то два месяца назад смотрел на это все, не понял, что это такое, я его тупо зашотдаунил. И, ну, какие-то виртуалки. Скримминг-тест не прошли эти сервисы просто. Да, да. То есть он выключил, если сейчас есть 15 минут, кто-нибудь прибежит, я буду чинить, а если нет, как бы, ну, как бы... И за два месяца никто не прибежал к нему. Он такой, а зачем все это нужно? И все. Да, понимаешь, фишка в том, что, скорее всего, нужно подождать, нельзя эти сервисы уничтожать. Вот я вот с точки зрения инфраструктуры образовательного учреждения, потому что там полугодовые циклы. Нужно полгода как минимум подождать, потому что, возможно, через полгода, когда нужно будет писать какие-то суперважные отчеты, прибегут как раз все эти люди и скажут, где наше все? А может быть, через пять лет, когда нужно будет печатать дипломы? Ну, вот что-нибудь такое, да. Ну, а на самом деле учебные учреждения все могут подумать, ну, мы далеко от этого. Но если на обычный бизнес посмотреть, то там есть и годовые циклы, там есть и квартальные циклы, там есть и месячные циклы. Вы обычно о них не знаете, потому что бухгалтерия или еще кто-то бегает с оторванной головой, когда что-то не так идет. Но, да, выключить систему, старый админский способ узнать, кому-то нужно выключить и подождать, он может прилететь ровно через квартал. Были такие же прекрасные примеры. Были системы, которые нужно, чтобы они работали два дня в месяц. Остальное время они могли делать, что хотели. Это важные два дня. Например, аванс и зарплата. Это были очень важные два дня. Соответственно, если ты в последний день не собрал все данные и как бы не очистил все и не зарепортил, у тебя там несколько круглых ноликов штрафа пролетает. Это как-то нехорошо получилось. А давай попробуем вернуться к теме с бизнес-метриками. Потому что все, про что мы говорили, оно на самом деле растет из этого. Когда есть какой-то производственный процесс, недостаточно мониторить текущую активность. Точнее так, наоборот, текущая активность выражается именно в этих циклах, в этих бизнес-процессах, которые протекают, и в единицах, в которых мы их меряем. То есть единицы этого процесса и единицы времени этого бизнес-процесса. Соответственно, отсюда и растут те самые метрики, вокруг которых мы начинаем танцевать. Не нужно мерить процессорное время или не нужно мерить объем памяти, который мы потребляем. Ну, это нужно, конечно, но для другого совершенно. То, о чем мы говорим, это связано как раз именно с количеством регистрации на мероприятия, с текущим количеством зрителей, количество пользователей, которые одновременно сейчас приходят в магазин что-то покупать, или количество оплат, которые проходят в единицу времени, количество отказов оплаты, например. Я сейчас рандомно из разных областей перечисляю различные бизнес-метрики, но, тем не менее, это не физические единицы наших работающих систем. Это бизнес-единицы, логические единицы из тех доменов, для которых мы, собственно говоря, и пишем наш софт. Да, да, да. Все именно так. Количество просмотров. Но мой любимый способ идентифицирования этих метрик, это банальный вопрос. Что нас убьет? Если вот что должно измениться вверх или вниз, и нам станет плохо, как бизнесу. Это может быть количество оплат, это может быть количество просмотров, что-то из этого. Но оно, как правило, идет от головы. Это на самом деле у меня всегда было важной частью архитектуры. А какие ключевые бизнес-показатели у этой системы? И когда мы говорим о системе, это может быть не одна полностью компания. Возьмем G-Crew. Там, скорее всего, не одна система. Там их несколько. И у каждой из них есть свои показатели. Иногда люди пытаются натянуть количество просмотров как ключевой показатель на всех-всех-всех. И для каких-то систем это абсолютно нерелевантно. А все такие, о, да, у нас тут стабильный ноль. Наверное, все хорошо. Пациент был мертв, пациент мертв. Все отлично. И да, надо системку иногда разбирать на какие-то кусочки. Для каких-то кусочков будет отдельный цикл месячный, годовой. Для каких-то это будет единица в минуту. И вытаскивать эти метрики наверх и мониторить их. У меня сейчас любимая шутка про то, что я всех кандидатов, которые собеседуются на позиции менеджера, один из вопросов, я как раз задаю вопрос. Откуда ты знаешь, что вот твоя текущая система, за которую ты отвечаешь, она работает? Количество людей, которые говорят, да, вот у меня есть набор бизнес-метрик, про которые я знаю, и я их мониторю, оно катастрофически мало, к сожалению. Самый популярный ответ все тот же с CPU и диск, что заставляет грустить достаточно большое количество людей. Более продвинутые люди говорят, мы мониторим там latency нашего API. Окей, это продвинутые люди. Следующий этап у людей говорит, мы там делаем какой-то health ping, еще что-то. Мы знаем, что наш API отвечает. Уже классно. Уже классно, да. Ребята, вы знаете, что оно отвечает. Потом ты начинаешь копаться в это дело, оказывается, health check сделан как отдельный API, который не проверяет ничего. Соответственно, ты можешь задеплоить нерабочий свинговый аппликейшн. А сбоку будет одна дырочка, которая будет работать. Да, да, да. Ну, это лучше. Мы хотя бы знаем как-то бинарно. Работает, не работает. Следующие люди говорят, ну, знаете, мы как бы мониторим latency нашего API. О, классно, вообще, здорово. Вы хотя бы знаете. Я говорю, там вам latency что показывает? Ну, как бы работает оно или не работает? Я говорю, ну, вот оно там. Была одна, там, один попугай, стало 100. Это что значит? Я говорю, ну, наверное, что-то не так. Есть повод посмотреть. Классно. У вас уже какой-то более предметный разговор пошел. А самый продвинутый говорит, да, у нас тут, например, гоняются полностью end-to-end тесты в продакшене, какой-то там happy сценарий. И, соответственно, как бы у сценария есть время, за которое он должен пройти, и у сценария есть как бы бинарный показатель того, что он прошел. Вот так вот мы знаем, что оно работает. Вау! Просто взрыв мозга, блин, ребята. Вы молодцы. И этот человек сразу получает оффер в Amazon, правильно я понимаю? Не всегда у тебя еще несколько критериев нужно собрать. Но это хотя бы такое, блин, классно, вот с тобой есть о чем поговорить. На самом деле, я сейчас пока это говорил, я так подумал, что когда у тебя распределенная система, и когда у тебя там не два сервера, даже ответ end-to-end сценария, он тебе не гарантирует ничего, потому что у тебя может быть половина кластера, который работает, и ты по балансерам прошел как бы на эту часть кластера, а вторая может не работать. И там начинают появляться агрегатные метрики такие, которые как раз про те же самые время просмотра, что угодно, что важно для системы, и которые тебе говорят, окей, как бы тут вот эта часть системы работает, а вот здесь вот мы там просели на 20%. Вот просели на 20%, это уже как бы инженеры приходят, аларм, и такой, блин, надо смотреть, потому что там мы не должны просесть. Я тут вспомнил совершенно забавный случай, мы делали одну систему для компании, которая занималась продажами, и ко мне пришел коллега, говорит, знаешь, у нас проблема, мы очень сложно продаем каждый следующий этап разработки, ну просто дороже и дороже, то есть мы саму систему уже сгородили как бы, но нам надо еще ее достраивать, там масса моментов, и каждый следующий этап почему-то сложнее проходит, причем мы делаем хорошо, мы в сроке укладываемся, все окей, но продажа тяжелее идет. Я говорю, ребята, давайте сделаем очень важную простую вещь, давайте в следующий раз покажем метрики, самые важные для того, кто подписывает чек. Говорят, какие? Ну компания продает, покажите ему деньги. Мы сделали за 3 копейки совершенно замечательную простую вещь, мы поставили маленький ноутбук, на котором, на маленьком экране, там 15-ка, по-моему, какая-то или 13-ка, куда мы вывели две цифры, которые постоянно щелкали, они просто из сервиса доставались, и там первая цифра, она крупным была написана, сколько денег прямо сейчас заработала компания, ну то есть вот продажи происходят, и там вот крутится чуть-чуть. А вторая цифра, это сколько транзакций произошло, ну имеется в виду, какое количество клиентов было обработано. Мне сказали потом, когда мы, ну, дальше мы стали сдавать вообще всю, вот эту всю систему просто вообще за один день, ну то есть просто приходили и задавали, подписывали документы вообще. То есть сказали, что директор первые три дня просто не отрывался от этого монитора, он просто на него смотрел, потому что он смотрел, он видел, наконец, вот эти живые, то есть он заплатил, и тут, наконец, он видит результат, потому что, блин, мой бизнес работает. А потом, после третьего дня, он начал говорить, почему-то с утра медленно, клиентов еще нет, они еще не пришли, а он такой, а, ну все нормально. То есть у него вот это, какая-то вот такая магия цифра произошла, это вот тот самый мониторинг, тот самый бизнес-показатель, те самые транзакции. Но вот, мне кажется, это такая вот с одной стороны байка, да, с другой стороны, это же интересный момент. Мы вообще начинаем, когда разрабатывают систему, мы включаем сначала одну систему, вторую систему, третью систему, у нас количество систем постепенно растет, их становится все больше и больше, и мы на самом деле не можем осуществлять такую, как бы, даже обсервабилити нашей большой, огромной системы, которая включает в себя использование разных сервисов. И это становится сложно, по одной цифре невозможно иногда оценить состояние системы. А вот я в какой-то момент перестал следить за количеством сервисов, которые успевают выпускать различные компании. Я так вот за какими-то наблюдаю, за которые мне нравятся, ну в смысле, которые для меня очень важны, просто чтобы, так сказать, быть в курсе. Но вот хотелось бы тебя, Михаил, спросить, а вот как ты, находясь внутри одной из крупнейших компаний, которая выпускает такое количество сервисов, что просто следить невозможно, как ты сам успеваешь за чем-то следить и следишь ли? Я перестал следить, честно. Я давным-давно еще в Люксофте лидил клауд практику, и, наверное, году так в 2012 я точно знал все сервисы, которые были выпущены, их было не так много, как бы это было важно, они все большие были, каждый новый приносил что-то такое дополнительное. По-моему, в 2014, это был последний год, когда я явно читал все, что было выпущено. Сейчас я перестал за этим следить совершенно. И мне кажется, лучше сходить из того момента, за что нам платят деньги, то есть что важно, и смотреть с этой стороны. У нас ключевая скорость проведения транзакций. Хорошо, мы можем это как-то улучшить. Нам нужно что-то поменять в этой части системы. И уже от этого смотреть, какие новые сервисы можно притащить или как бы нужно притащить. У нас на Дивупсе тоже года два назад был Том Демарко, как раз вот этот, PeopleWear. И его мысль на интервью была очень простая. Он говорит, может быть, вам не надо. Может быть, вам нужно иногда как бы приносить в систему... Вам нужно понимать риск, который вы приносите в систему с каждой новой технологией и вот со всем этим. Соответственно, когда они выходят, новые сервисы, это хорошо. И он может дать как бы какая-то новая штука, может дать тебе такой хороший буст и помочь в какой-то части системы. Но это должен быть понятный риск. Потому что что-то там может не работать и может в какой-то момент не хватить фичей, которые будут в родмапе через два года или еще что-то. И может быть, иногда не надо. Может быть, старый добрый EC2 instance, он точно будет работать, точно будет решать твою проблему и будет стоить чуть-чуть дороже, нежели чем новомодная лямбда. Или еще какой-то там пятнадцатый сервис по деплою в Кубернетис. Даже, простите, господи, сам Кубернетис. А он тебе здесь нужен? Он что во всех этих метриках, которые мы уже определили бизнесовых, он что поменяет? Ничего не поменяет. Я технарь. Мне интересно, я технологию А уже изучил. И тут появляется новая технология Б блестящая. Она еще шуршит, когда ты ее разворачиваешь. И я не могу просто пройти мимо нее. у нее запах манящий. И я такой, эта технология... Мне нужна, срочно. Она очень будет хорошо смотреться в моем резюме. Это вот когда еще ты не дошел до уровня сеньора. Когда к уровню сеньора ты подходишь уже, как бы ты понимаешь, что оно тебе аукнется на твоем же собственном как бы инциденте через там три месяца. И ты такой думаешь, как бы, а оно вот мне надо. Вот. Оно мне точно что-то принесет здесь. И ты такой, может быть, да, может быть, нет. Я хотел вернуть шутку про то, что через год меня уже на этом месте не будет. Но ты сказал три месяца, это меньше года, и моя шутка провалилась. Ну, да. Как бы, оно догоняет иногда, оно очень быстро догоняет. Карма, она штука такая, она иногда бывает прям моментальной. Ну, вот это, кстати, интересный момент по поводу объема вот этого трейд-оффа между новыми фичами, которые ты получаешь вместе с новым сервисом с каким-то. И, собственно говоря, объемом проблем, которые ты можешь принести в свою систему. Мне кажется, тут интересный еще момент. Он связан, вот если с другой стороны находиться, то есть не со стороны разработчика системы, а со стороны разработчика, например, облака, да. Ты такой, ты готов саппортить каждого первого клиента своего нового сервиса. Ну, то есть, ты очень сильно заинтересован в том, чтобы сервис полетел. Ну, потому что к этому привязаны всевозможные бонусы, там, прочее всякое остальное. И вообще, как бы, мы же движемся в какое-то будущее. И каждый новый клиент, особенно среди первых клиентов, это клиент, которого очень сильно саппортят. помогают, настраивают, продираются сквозь, и под него и фичи, скорее всего, его чаще пилят на самом деле. То есть, его кейс закрывают быстрее и полнее, чем у всех остальных. И, возможно, это тоже еще один из элементов, в рамках которого нужно вообще думать по поводу вот этого трейд-оффа. То есть, ты когда не просто оцениваешь, а еще и саппорт со стороны облака, потому что вместе с этой историей ты получишь саппорты всего остального твоего хозяйства. тоже вариант, вполне живой. Я просто понимаю, как это работает, это взаимосвязь. Ты не можешь чинить одно и не починить рядом другое, потому что тебя люди не поймут. Да-да-да. Но, опять-таки, тебе нужно четко понимать, зачем тебе это нужно. Потому что, как Андрей сказал, у нас программная часть, она большая, но остаются люди. Тебе нужно поговорить, тебе нужно кому-то что-то объяснить, тебе нужно будет созвониться. Это все отнимает какое-то время, это все отнимает какие-то силы, и в какой-то момент ты такой, а как бы мне вот хочется с саппортом говорить по телефону, или мне хочется еще одну фичу запилить, которая принесет, я не знаю, плюс 5% к ретеншну клиентов. И процентов это очень много, да. Ну, я тогда, я хотел сначала сказать 15, потом подумал, что я прям нагл, да, и подрезал. 15 уже, 15 уже, 15 уже не надо думать, почему вы до сих пор это не пилите, я не понимаю, да. Вперед, вам пиццу еще купить на ночь, ребята. Даже 1% это такое, о, может быть, как бы это лучше проведение времени, чем объяснение саппорта, или там даже разбирание того, почему это работает, не работает, и как с этим работать. Вот, ну, я, наверное, тут уже, как Андрей сказал, я уже получаю свой паспорт, вот, и у меня как бы фокус смечается с того, что, о, интересно, давайте как бы повеселимся там на это, ага, сколько проблем я еще соберу вместе с этим, вот, может быть, мы чуть-чуть помедленнее, не спеша, но, как бы, вот, хорошо. Слушай, ну, вот, чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть не спеша, это прямо сейчас Kubernetes, это, ну, как бы один из мейнстримных инструментов, все им пользуются, он там развивается достаточно активно, несмотря, я тут недавно, кстати, проводил небольшой опрос, на какой версии кто сейчас находится, и было интересно посмотреть на распределение. Но, тем не менее, вот, давай вернемся к этой истории, это прямо сейчас, это прямо здесь, это уже есть, это уже случилось, а вот если вот так вот, ну, так пофоркастить немножко, а что нас ожидает в будущем, какие технологии, вот прямо сейчас или готовятся, или выходят, и что может, что может потенциально, я не говорю, что обязательно, а потенциально прийти на смену Kubernetes, если придет. Мне кажется, Kubernetes с нами надолго, как и Java, вот у меня есть смешной анекдот, мой научный руководитель 15 лет назад, он в тот момент, когда мы все были просто такие, о, Java, это же круто, знаете, как бы за мое время, как бы этих языков несколько сменилось, Java тоже отомрет когда-то, вот, и в какой-то мере он был прав, сейчас новое что-то приходит, вот, но Java, она здесь, так же, как и Cabal, который где-то есть, поэтому мне кажется, Kubernetes, он уже вот прочно как бы своей ниши занял, вот, это вполне такая живая технология, как-то если там что-то не отмирает за пять лет, она скорее всего будет как бы там двигаться дальше. Но он на продуктивную плату уже вышел как технология, и оно заняло уже свою нишу, и все, уже выбить оттуда очень тяжело, конечно, да. Устаканилось, да, и как бы то, что вот я сейчас вижу, как бы можно даже за христальным шаром не ходить, просто надо смотреть на технологии, которые сейчас уже где-то пять лет болтаются, но еще не стыднули сильно, или народ не сильно использует. Одно из них банальный серверлес в разных проявлениях, то есть как бы есть там лямбда-варианты на всех облаках так или иначе, есть варианты тех же самых серверлес на кубернетисе сверху, вот, минутка рекламы, у нас было пару докладов про это в прошлом году на девопсе. Серверлес это то, что я люблю. Да, да, да. И кажется, ну вот мы приходим постепенно к тому, как это готовить. То есть если, грубо говоря, два года назад было очень сложно найти даже докладчика, кто может вменяемо рассказать про какой-то опыт с этим делом, то сейчас есть люди, которые говорят, да, вот мы там мегрировали с одного на другой, мы знаем, как это делать. Мы это попробовали, вот, это работает, мы понимаем бенефиты, плюшки и как бы что использовать там, вот, и мы уже собрали самый главный для меня набор граблей. Мы знаем, как бы, чем мы платим за то, что у нас есть сервер, он же тоже не бесплатный. Это, конечно, да, это правда. Вот. Это первая часть, а вторая часть, которая как бы мне персонально интересна, это тот же самый кубернетис или там что-то еще, вот, но развернутый не в дата-центре. Мне кажется, у нас как бы маятник вот этих вот инфраструктур, он болтается туда-сюда. В какой-то момент у тебя было все у тебя, вот, потом оно мотнулось, как бы, все люди дружно переезжают полностью в облако. В какой-то момент ты понимаешь, что не все нужно в облаке и какие-то вычисления тебе нужно вот здесь, сейчас, на моей там любимой фабрике, которая там производит что-то и мне хочется обсчитывать это там, а не в облаке. Ну, просто потому, что долго и какие-то вещи нельзя так, ну, как бы, скорость реакции уже недостаточная. И появляется решение, которое позволяет тебе что-то деплоить вот на фабрику, я не знаю, где-то в середине России. Вот. И чтобы туда не надо было ехать, перезагрузить сервис. Да, два примера, которые хочется привести в связи с этим, это для тех, кто понимает, есть, например, история с буровыми установками, когда у вас где-то там вот буровая установка находится, связь там непонятно какая, а обсчитывать там много чего надо. И вот прям тогда все надо установить, настроить и работать. Какие-то данные периодически оттуда выгружать. Это раз. А второе, например, это история с банально с какими-нибудь секьюрити данными, которые вот обрабатываются, например, ну, например, для тех же банков, да, появилась последний год, наверное, полтора услуга, когда можно часть генерации вот этого тексту спич, вот этого голоса вот этих помощников сделать внутри защищенной части внутри контура банка не в облаке. Соответственно, там, естественно, есть технологии, которые позволяют это дело вынести и потом, соответственно, как-то смержить с теми данными, которые у нас приходят пользователю уже в его мобильное приложение. То есть, часть в открытых источниках, например, внутри облака генерируется, а часть приватной информации, которая не должна покидать пределы банка или защищенного периметра, она генерируется внутри, соответственно, банка. И потом, соответственно, а клиенты уже приходят в нормальном защищенном виде. А часть оттуда, часть оттуда. Мой любимый пример – это автоматизация производства. И, соответственно, раньше это были какие-то там установленные станки с ЧПУ, которые перепрошивал программист раз в год. А сейчас производство становится более гибкое, у тебя появляется куча роботов с различной автоматизацией. Иногда компаниям хочется перенастроить конвейеры, грубо говоря, за день, за два. Запустить какие-то новые варианты. Помониторить, как же оно работает на самом деле. Неожиданно. Мониторинг физической инфраструктуры становится вообще очень интересным, когда у тебя на конвейере 15 роботов, и каждый что-то делает. И задеплойить туда новые прошивочки, новые алгоритмы для работы, чтобы это стало эффективнее. Это тоже очень интересная история, и она достаточно большая. У нас даже в России есть стартапы, там, автономность драйвинг и промышленные вещи. Это большой сектор. И он пока еще старый достаточно в плане того, что люди по стариночке, надо что-то перепрошить. Я сейчас шучу, что чтобы новую прошивку в мою машину поставить, мне все еще нужно ехать в сервис. Они там что-то химичат, и появляется новая прошивка. Но теоретически там есть кнопочка как бы обновить в интерфейсе. Она заблокирована почему-то. Было бы смешно. Машина такая, знаешь, я перев... Новый антейд установил. Я обновилась. Ну это, кстати, был недавно скандал с Теслой на эту тему. Все-таки там еще пока есть вопросики по обновлениям. По обновлениям, и именно поэтому очень часто именно, я думаю, возят именно в... Ну и заставляют вести в некотором смысле. Хотя, ну, в тех, соответственно, учреждения вашу машинку. Потому что на самом деле ничто не мешает загрузить эту прошивку, в общем, в машину и сделать это автоматически. Там тоже, в принципе, компьютер немножко специализированный, но тем не менее... Сейчас уже есть и тулы все для того, чтобы эти вещи делать. Ну просто как бы риск того, что что-то пойдет не так, он большой. И никому не хочется оставить тебя без машины посреди поля. Потому что ты не подумал и нажал кнопочку «Update». И вот я не могу еще сделать отсылочку к одному замечательному видео, которое вышло в сентябре 21-го года. Это про одного из русскоговорящих ученых, который занимается машин-дернингом, и они написали BrainOS. Это операционная система, которая на данный момент управляет машинами, которые, знаете, вот эти поломои большие такие промышленные, которые по торговым центрам ездят. И они сами ничего не производят, они производят прошивку, операционку. И фишечка в чем? В том, что они ставят эту прошивку на девайс, за которым обычно ездит человек, он рулит там, да, и потом этого человека можно оттуда убрать. И стоит эта штука, ни много ни мало, 500 долларов в месяц по подписочке. Не хочешь ты платить за это, ты нажимаешь кнопочку «Перестать обновляться», как в Microsoft Windows, и ты нанимаешь человека, который сажается за эту машину. И он сказал интересную вещь. Мы просто мониторим, уже несколько лет эти машины ездят, а мы просто смотрим на те машины, за которыми ездят люди, и те машины, за которыми ездит искусственный интеллект. И те, за которыми ездят люди, они все покоцанные, поцарапанные, побитые, а те, на которых ездят машинки, роботы, они типа в очень хорошем состоянии. Это я к чему говорю? К тому, что обновление – это важный момент. И надо понимать, наверное, как эта штука работает, и работает ли она. Причем эта же машинка ездит, она же собирает информацию, а потом это все в мастер-мозг каким-то образом отправляет. Да-да-да. И для меня во всей этой истории самое интересное – то, что если смотреть на спектр на весь, кто-то все еще умеет хорошо работать с одним сервером, кто-то научился худо-бедно справляться с десятком виртуалок какими-то автоматизированными скриптами, а когда ты выходишь на Edge Device уровень, у тебя там быстренько появляются тысячи, десятки тысяч этих девайсов, на которые ты еще засасшиться не можешь толком. Скорее всего, у тебя ноль вариантов. И правила игры так быстренько меняются. Когда ты начинаешь, по сути, управлять вот этим марсоходом, ты туда команду отослал, тебе на следующий день ответ пришел. Четвертое колесо не крутится. Четвертое колесо не крутится, да. Кстати, про эксплуатацию я всегда люблю людей. Подумайте о том, как писали софт для марсохода, и что он, блин, работает. Это же чудеса инженерной мысли. И мне кажется, у нас сложность инфраструктурная приходит к таким вещам, что надо все больше и глубже думать над том, как ты эту инфраструктуру строишь. Ты не можешь просто бросить что-то, оно будет работать. Все, закончилось. Ты не можешь сотню виртуалок в Амазоне запустить, и оно просто будет. Часть из них потребует обновления, часть из них потребует еще чего-то. Потом где-то что-то не додеплоится, или какой-то скрипт упадет. Ну, короче, за этим всем большим хозяйством приходится присматривать. И люди, которые делают доклады про то, как делать CI, CD и управляемые инфраструктуры, мне кажется, это прямо те, которые сейчас на гребне волны. Я хочу немножко тебя направить в другую. Ты меня прям навел на мусор такую. А вот когда система... Вообще все ломается, рано или поздно. Ну, типа там. Четвертое колесо не крутится, панель отвалилась там, ну, как бы еще что-то. Сервер там, где-то бабушка прошла, где-то экскаватор проехал там. И вообще у нас появилось такое новое направление, которое, вот оно уже достаточно с легкой руки гула, называется SRE, Cial Ability Engineer, которых, собственно говоря, стало достаточно много. Все понимают, что это люди, так сказать, как-то с железными нервами и в состоянии выпить литр кофе. Но самое важное, что их задача восстановить систему в какое-то исходное состояние, в работоспособное, в короткие промежутки времени, с учетом того, что неминуемо произошли какие-то изменения, которые никто не ожидал. Или кто-то ожидал, но к ним не успели подготовиться каким-то образом. Вот как ты относишься вообще вот к этому тренду? Я очень поспорю здесь, у меня прям вот эмоциональный такой, нет, ты не прав. Не прав, окей. Как бы задача SRE не в том, чтобы восстановить систему. Задача SRE все та же старая добрая админская задача. Его задача построить систему так, что любой случайно влетевший дятел не расшибает ее в клочья. А дятлы влетают, и поэтому я прям завелся. Да-да-да, хорошо. На самом деле, вот как раз доклад Сережи Федорову с 2019-го Диупса, он мне как бы немножко картинку мира передвидал. К тому моменту моя картинка мира была, как бы что-то сломается точно. Вопрос просто когда. Ну да. А Сережина картинка мира, он из Нетфликса была, он как раз рассказывал, как Нетфликс мониторит инфраструктуру. Я прям всем ее рекомендую. Офигенный доклад. Он говорит, знаешь, не работает, что-то всегда не работает, что-то всегда сломано. И как бы наша задача, именно как вот там людей, которые отвечают за систему, сделать так, чтобы вот это сломано, оно само чинилось. И оно как бы не аффектило основных пользователей. У тебя сломался компонент, трафик перекрутился куда-то. Да, у тебя отвалился сервис, у тебя в UI появилась вместо там кнопочки одной появилась какая-то либо заглушка, если это можно, либо у тебя появился как бы вариант, который как бы запросик складывает куда-то, и потом его там обработает. И его история была такая, как бы это вообще прекрасный доклад был в том плане, что Сережа говорит, ну вот я сейчас на сцене выступаю, но в этот момент я он-кол-инженер для своей системы. И я могу себе позволить быть он-кол-инженером и выступать на сцене и вообще быть в другом городе. Это не проблема. Потому что, говорит, наша система сейчас построена так, что если все к чертям сломается, меня не будут ночью бледить, я просто с утра приду, как бы буду разбираться, как бы что произошло. Но система сама себя починит. И мне кажется, почему и сырье важны? Именно с точки зрения смотреть на систему, какие дятлы откуда прилетят. И как бы следить за теми, про которых мы знаем. Думать о том, быть немножко параноиком и думать о том, о чем мы не знаем и где оно может пойти не так. И как бы работать с системой именно в этом направлении. То есть хороший KPI для SRE как бы система работает. Это вот важно, за что нам платят. Если нам платят за то, что как бы за скорость восстановления системы, мы будем фокусироваться на то, как ее быстро восстановить. Если нам платят за то, чтобы система работала и не платят, когда система не работает, мы будем фокусироваться на том, чтобы система работала. Как генрифорда. Ты как генрифорда. Черт. Да? Мы не договаривались об этом. Как Генри Форд, который платил денежки монтажникам конвейера за работу еще непрерывно на машину. Я могу всем закинуть эту штуку. Мы говорим про технологии, им такие классные, кубернетисы, все остальное. Люди все те же, они не поменялись за последние 5000 лет. Ну, чуть-чуть поменялись, но статистика говорит, что не очень. Соответственно, проблемы, которые были 100 лет назад у того же Форда, они как бы все те же самые здесь проблемы. Система не работает не потому, что сложные технологии, еще что-то, а просто потому, что мы где-то не подумали. Или просто кто-то сделал не то, что должен был сделать. Миш, я хотел перелистнуть страницу и, возможно, что это будет последний блок топиков, про который мы с тобой поговорим, потому что время у нас ушло. И пора иметь совесть и тебя отпускать. У тебя тоже есть, наверное, какие-нибудь он кол активности. А ты такой, спасите меня, господи! Знаешь, меня натолкнуло на мысль вот что. Мы сейчас сидим в эфире, нас смотрят 260 человек, они где-то нажимают на кнопочки, где-то у них что-то не работает, они обращаются в субпорт. В 20 часов мы скажем с Антоном всем большое спасибо, вот форма обратной связи. Мы подготовили для наших зрителей сюрприз, про который вы узнаете обязательно из этой трансляции, мы здесь же будем это все делать. Наступит 20.10, 20.20, 21, 22, 24, а люди будут сидеть и смотреть. И вдруг внезапно в какой-то момент мы подумали, а если в 23.30 сегодня что-то пойдет не так, кто выйдет чинить эту херобору? И в этот момент наш директор по разработке, он такой, ну кажется, я знаю, кто выйдет чинить эту всю херню. Да? Именно. И вот мы здесь переходим к тому, что на самом деле разработка рано или поздно приходит в состоянии, когда ты просто не можешь обойтись, без вот этого починки. Ты не можешь обойтись без суппорта. Что у нас было раньше? Мы сделали конференцию, в этот момент мы скомкали наши все планы, сказали, а в горе она все огнем, больше я никогда не буду этого делать. И за полгода следующих мы выдыхали, успокаивались, а теперь нет. А Амазон работает круглые сутки. Я говорю о 24 на 7. Так в чем вопрос-то? Ну давай расскажи, что ты думаешь про то, как выживать в состоянии 24 на 7? Или может быть как этого не допускать? Или может быть каким молоком поить тех, кто 24 на 7 работал какое-то время? Ну, я тут больше, наверное, со стороны менеджера скажу, мы все платим за свои грехи, так или иначе, из-за вот эти вот срезанные углы. Мне кажется, ты говоришь не как менеджер, ты говоришь как притчер. Да-да-да-да-да-да, вот. Покайтесь. Да, короче, чтобы как бы жить хорошо в формате онкола, вот, надо о себе позаботиться там год перед этим, вот, и как бы более-менее адекватно взвешивать вот эти самые риски, как бы, и вот эту шляпу сюда притащу, она мне чем аукнется. И вот как бы возвращаясь туда, с чего мы начинали. Вот, а как бы периодически ты попадаешь в эту яму, вот, никто, никто не уйдет обиженным от этого. И, соответственно, мне кажется, самое важное – это понимать, вот, по-моему, это Google был, который говорил о бюджете ошибок и как бы бюджете вот этого неработающей системы. Надо понимать, с какой скоростью ты можешь двигаться. Грубо говоря, если у тебя вот этот онкол, он становится горячим, каждую вторую неделю, и инженеры там по 18 часов в сутки фигашат что-то и что-то пытаются исправить, наверное, надо притормозить и прибраться. Вот, и вот как бы то, что я там наблюдал в разных компаниях, почему как бы становится хуже, потому что люди не могут себе сказать в какой-то момент, это пошло не так, давайте это возвращать в правильное русло и просто продолжать делать то, что они делали. То есть у тебя, грубо говоря, процент ошибок растет, а ты такой, не, все нормально. Мы как бы как фигашили фичи, мы так и будем фигашить фичи. Вот, это как бы, я не знаю, откуда-то этот вот когнитивный расстройство приходит. Я думаю, что это... Знаешь, откуда происходит, когда ты варишь лягушку или кого-то, раков варят, да? Да-да-да, привыкает постепенно. Да. Тут еще очень важное... Люди привыкают к боли, да, и вот мне кажется, важно вот это вот отсекать и такое, знаете, оно пошло не так. Давайте мы остановим здесь, давайте мы как бы починим, пофиксим. Да, мы понимаем, что это нам стоит какого-то бизнеса, это стоит еще чего-то, но это стоит бизнеса, если начинать смотреть на циферки, как Антон сказал, вот эти циферки перед директором вешать, вот, если начинать смотреть на циферки не сейчас, а там, например, в горизонте лет трех, вот, они как бы... Игра становится другая. Ты говоришь, да, хорошо, мы как бы не получим вот эти деньги в этом месяце, мы не получим этого клиента, но мы не потеряем десятерых, которые у тебя уже сейчас есть, и новые, которые будут подключаться, они, скорее всего, будут счастливы. И это очень сложная игра, ее каждый раз надо взвешивать, каждый раз надо объяснять людям, кому-то хочется чего-то. И это, наверное, самая большая сложность, объяснить людям, объяснить ребенку, что он не получит конфетку сейчас. Потому что это вредно для здоровья. И ее приходится делать. Ты знаешь, еще интересный вопрос. Наблюдение такое, почему люди, как это было сказано, как лягушки сварились. Вот эта девопс-трансформация для меня, она чем интересна? Она интересна тем, что мы действительно начинаем отвечать за то, что мы сделали. Но в некоторых командах практикуется такой подход. Ты сейчас подежуришь, это будет больно. В следующий раз ты будешь дежурить через две недели. Чувак, всего один день. Ну, то есть, короче, терпи. И вот объяснить им иногда таким людям очень сложно, что... Да нет, не надо терпеть. Ребята, давайте что-то делать с этим. И кажется, что вот подход про СРГ, который ты сказал, что нам надо строить систему, которая будет сама себя чинить или сама восстанавливаться, или так ломаться, чтобы это было незаметно или менее заметно. Ну, вот он как-то интересный. Мне кажется, надо пересмотреть доклад, который ты посоветовал. Я обязательно это сделаю после того, как у нас завершится наша конференция. И мне кажется, что вот наша дискуссия, она вот на этой, мне кажется, ноте может быть так завершится. Прекрасная нота, да. Миша, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня к нам. Я желаю тебе всяческих профессиональных и личных успехов, чтобы у тебя все было хорошо и твои сервера никогда тебя не расстраивали. Спасибо, коллеги. Было очень здорово пообщаться. Очень интересная дискуссия получилась. Я прям очень... я рад. Мы тоже очень рады. А все, кто нас сейчас смотрит, вы можете переключиться на другие активности, которые прямо сейчас идут. Тут их очень много. Я вижу на экране целых шесть вместе с нами. Соответственно, пять останется. Переходите в них, участвуйте, будьте активными слушателями, участвуйте в дискуссиях, смотрите доклады и возвращайтесь к нам в главную студию к завершению конференции, потому что вас ждет небольшой, маленький, на наш взгляд, сюрприз. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok